Добрый вечер, дорогие одесситы! Мы снова в прямом эфире. У нас телефон в студии 737-7310. Мы проводим интерактивный опрос. Состоялось или должно состояться, я так и не понял до сих пор, как бы юридически это оформлено, но, видимо, так оно и будет. Господин Гройсман становится премьер-министром. Я понимаю, что премьер-министром он становится техническим. И в этом смысле, с моей точки зрения, его соответствие предполагаемой функции гораздо выше, чем это было у Яценюка, который категорически хотел заниматься бизнесом через политику, а не заниматься непосредственно управлением экономикой страны. К вам вопрос, на который вы можете отвечать. Прямо сейчас, когда у нас появляется сигнал, появляются титры, и приглашаем вас отвечать на вопрос. Гройсман будет премьер-министром эффективным или не очень? Да или нет? Вот такой вопрос. Вы можете в течение ближайшего получаса на него ответить. А у меня в студии Галина Викторовна Калмыкова, психолог, психотерапией занимается, в основном занимается детьми, семейными парами, психологией семьи. Здравствуйте, Галина Викторовна. Здравствуйте. Когда сам ты не можешь справиться с настоящим. Мы переживаем серьезный политический, экономический, культурный кризис, социокультурный. Шибка цивилизации происходит. Все это надо понимать. Не все хотят в этом копаться, а дети задают вопросы, а дети невротизированы. А взрослые не понимают, почему ребенок не слушается, или почему он слушается улицу больше, чем у родителей. То есть все это вместе, я думаю, эти проблемы не новые, они были и раньше, но сейчас, я думаю, они существенно обострились. Это должно было сказаться на вашей клиентуре. Сказалось? Ну, конечно, сказалось. Но я думаю, что если дети невротизированы, то в большей степени это зависит от их родителей. Дети очень... Я прошу прощения, а почему только от родителей? Ведь есть еще и двор, улица, школа. То, как они воспринимают... Совершенно верно. Это различные потоки информации. Но то, как дети воспринимают эту информацию, спокойно, тревожно, как нечто просто, что происходит в мире, все равно зависит от родителей. И не только от того, как они воспитали своих детей. Ну, вот это воспринимают так, это иначе. Мне всегда казалось, особенно в мальчуковой среде, но я никогда не был девочкой, поэтому в мальчуковой среде очень важно выбрать в себе стереотип поведения. Должен какой-то образ идеального человека, на которого я хочу быть похожим, к положению которого и к привычкам которого, к правилам поведения которого я стремлюсь. Это далеко не всегда отец. И отец далеко не всегда есть. И это не всегда отец родной. А в этом может быть авторитет в улице, это может быть школьный учитель, Может быть, лидер в спорте, это много кто может быть. Вот эти выборы стереотипов поведения, это проходит через вашу практику? Конечно, но мы сейчас говорим о разных возрастах детей. Дети-подростки, они уже находятся в неком таком абсолютно закономерном конфликте со своими взрослыми, потому что если они не будут в конфликте, если у них все будет хорошо, то им будет очень сложно сепарироваться. Это ценностной конфликт. Я имею в виду, если мне здесь очень хорошо, с родителями все замечательно, зачем мне уходить взрослеть? То есть в каком-то смысле обесценить взрослых, потому что все взрослые ничего не понимают, я знаю, как надо жить, они все делают не так, это свойственно подросткам. И подростковый возраст, это возраст очень специфический тем, что... Но он сам себя не понимает. Совершенно верно. Но это уже не ребенок и еще не взрослый. Это, знаете, в таком очень неудобном шпагате между двумя берегами. И этому ребенку, конечно, очень сложно. И все зависит от того, как это воспринимают родители. А родители сейчас это воспринимают очень болезненно. У них очень много страхов. Я давно живу, и поэтому помню еще те времена, когда родители вообще были достаточно спокойны за нас. Мы возвращались из школы, подогревали себе из холодильника котлету и суп, делали уроки, шли играть во двор. Сейчас этого нет. Сейчас совершенно другое общество, другое времяпрепровождение у детей. И родители очень боятся, чтобы с их детьми что-то не произошло плохое. И родители подростков особенно, потому что в этот период их влияние на детей уменьшается, а влияние среды подростковой на детей увеличивается. И они уже родители в неврозе еще до того, как подросток начал что-то делать. Но что они в неврозе, они могут не осознавать. То есть должен быть какой-то яркий внешний стимул, после которого они понимают, что нужно идти к психотерапевту. Какой это стимул? После чего они к вам обращаются? Это или конфликты в семье. Ребенок перестает слушаться. То есть достал, пошли к психологу. Ты меня достал, пошли к психологу. Примерно такая мотивация, нет? Нет. Вы знаете, достал это поменьше. Это когда маленькие, неуправляемые, непослушные, не зная, что с ним делать, как справиться. С подростками, мне кажется, что изначально родители приходят со своими страхами, либо это какой-то запрос школы. Начались проблемы в школе. Мы ведем ребенка к психологу, чтобы разобраться, чтобы в школе даже сказать. Ну, мы решаем проблему, мы повели его к психологу. Но это традиционно психологически очень популярный возраст, переходный, пубертат, период полового созревания, да? А вообще к вам обращаются за консультациями в основном родители детей какого возраста? Где-то статистика больше, где-то меньше. Я так понимаю, что где-то пятилетних еще ведут массой, нет? Ко мне в большей степени обращается начальная школа, средняя и подростки. Начальная школа – это адаптация к школе, очень большие нагрузки в школе. Не справляются родители, не дети, родители не справляются с нагрузками в школе. То есть у них очень много времени уходит на то, чтобы с ребенком сделать уроки, какие-то задания дают в школе. Родители приходят после работы, вместо того, чтобы спросить у ребенка, как дела, и уткнуться в компьютер, ему надо еще выполнить какие-то домашние задания. Их достаточно много, родители от этого устают. А те тестирования, которые проходят дети перед поступлением в школу и переход из начальной школы в среднюю школу, это, ну я не знаю, нервничали ли мы когда-то так при поступлении в институт. Это тоже стресс для семьи. Потому что непонятны правила, да? Правила непонятны. И потом, мне кажется, что экзаменовать детей в таком возрасте рано. Ну, вы знаете, лучше рано, чем поздно. Потому что получается, что у нас сейчас жизнь уплотнилась настолько, что у нас такие серьезные испытания на каждом возрастном отрезке. Причем очень серьезные, очень жесткие. Ребенок, пока он маленький, он меру этой жесткости может и не очень осознавать. Осознают дети. Детей приводят в таком невротизированном состоянии по поводу этих тестов, по поводу поступления. Ну, поступление в школе в меньшей степени. Я вам скажу, ну, из случаев, из практики, ребенок приводит мама, ребенок не поступил в такую, ну, в модную школу, куда он проходил собеседование, потому что он не смог ответить на вопрос, что наступает после зимы. Он сказал, что после зимы наступает вторник. Мама подумала, что он очень перенервничал. Говорит, ну, я же тебя готовила, мы с тобой все это обсуждали, ты же знаешь. Он говорит, я не понимаю, почему эта тетя задает такие глупые вопросы. Ну, что сама не знает, что он закрылся, скорее всего. Нет, дело в том, что ребенок это знает, дети ведут себя по-разному, дети сопротивляются. Я думаю, что ребенок в этом возрасте, его надо не тестировать вопросами, а за ним надо понаблюдать. В некоторых школах это делают. Мне кажется, что перемотивированы родители. У них критерии успеха сильно отличаются от критериев, которые есть в сознании ребенка. Совершенно с вами согласна. Они свои критерии начинают ему навязывать, а они ему не под силу. Они просто ему не под силу. Я вот вспоминаю, у меня дочь, когда поступала в престижный московский вуз, они четыре раза меняли правила поступления в процессе сдачи экзаменов. И если бы не моя ирония или не работа на понижение, хотя я сам очень сильно волновался, я думаю, что она бы просто сорвалась. Я ей просто объяснял их мотивацию и все время снижал потолок значимости того, что сейчас произойдет, хотя сам трясе ужасно. И у нее эффективность понарастающая. У нее первый предмет чуть не закончился срывом. А потом получилось так, что она набрала проходной балл, и его сделали задним числом полупроходным. И мне пришлось придумывать, что они будут спрашивать на собеседовании. Из четырех вопросов на три отвечал я. Я просто просчитал, что они будут спрашивать, и из четырех вопросов на торговле задания были три, которые я с ней готовил. И поэтому отвечала не она, а я ее устами. То есть и все тогда получилось. Но при этом, придя туда с очень высокой планкой, высшая школа экономики, ничего себе, она к третьему курсу обнаружила, что они повторяться начали. Им нечего уже нам сказать, она мне сказала. И мне неинтересно. Потому что дальше они просто торгуют дипломом. А нами они уже заниматься не могут, потому что мы уже фактически знаем больше их. Вот, пожалуйста, я вместе с ними поднял планку, а потом выяснилось, что она разочарована именно из-за этого. Она считала, что попала в престижный, в элитный вуз. А там оказывается такая же тупта, как в остальных, только в остальных с первого курса, а здесь начинает с третьего. Разница только в этом. И ушла в бизнес. Защитила бакалавриат и заформила, и ушла в бизнес. И там и сидит. А я-то рассчитывал на научную карьеру, там все в порядке с мозгами, с медалью Ришельевских лицей и прочее. Вот. То есть мне кажется, что у нас невротизированы все, не только взрослые, потому что у нас не только дети, но и взрослые тоже переживают как бы все заново. Почему? Потому что поменялись правила сделания карьеры. Поменялись критерии успеха. Мужчина, который не может прокормить семью, и которого выгнали с работы, и который не может найти работу по специальности, это больной человек. А у нас таких больных очень много. Такие обращаются к вам? Обращаются. Обращаются вообще с самыми разными проблемами. Это не ваша специализация. Нет, я вам должна сказать, что иногда люди обращаются с одной проблемой, и за ней стоит совсем другая проблема. Я вам скажу то, что касается учебы. Это проблема, которую я прослеживаю у детей начальной школы, средней, подростков, у взрослых людей, и когда работаю с семьей. У нас модель образования всегда такая была. Она сосредоточена, пусть простят меня учителя, на негативе. То есть ребенок, если делает что-то хорошо и отлично, как всегда было, это нормально. За это не обязательно хвалить. Но тебя могут похвалить за лучшее сочинение. Но тебя могут выдать грамоту в конце учебного года. А так, чтобы ты получаешь хорошую оценку, это нормально. Это не блестяще, не прекрасно. Это нормально. Ты так должен учиться. Но если у тебя во всем диктанте все буквы написаны нормально, а три плохо, они будут подчеркнуты красным, и на них будет сделан акцент. И об этом скажут. Вот это плохо и плохо. И дети с раннего возраста, со школы акцентируются на плохом. То есть у нас не подчеркивают, я не знаю, там, синим, зеленым красивые буквы. Вот здесь ты молодец, а здесь у тебя плохо. Акцентируют на том, что не выучил плохо. Мне кажется, это связано с тем, что сама учительская профессия потеряла престиж. Она феминизирована. Кроме того, ввиду того, что нищенская зарплата, все, кто мог оттуда уйти, ушли. И я не знаю, кто там сейчас может работать. А мы им вручаются, вручается будущее страны, так высоким штилем выражаясь. Состояние ли люди с проблемой, как дожить до понедельника? Не доживем до понедельника, знаменитый педагогический фильм. А как до него дожить, когда зарплаты не хватает категорически? На самое элементарное. То есть, когда учителя унижают этим рабским существованием. Как он может после этого быть авторитетом для ученика, когда ученик очень четко с 10-летнего возраста дифференцирует разницу в материальном состоянии между своими родителями и учителем? Есть там элемент такого барства, да? Потому что в мои годы тоже это было. Потому что он со мной учился, там, сын достаточно, как бы, ну, у него папа был директор какого-то магазина престижного, неважно. Но он одевался лучше нас, и к родителям, к педагогам относился, но чуть-чуть насмешливая. Там была такая классовая, как бы, ну, имущественная разница. Он ее видел, я не очень. Меня не это интересовало в 7-8 классе. Но он был уже чванлив, поскольку он им неровный. Они пытаются ему что-то рассказать. То есть, вот этот разрыв, мне кажется, сейчас стал сильнее и острее переживаться. Я никак не могу повлиять. Я сочувствую учителям, никак на это повлиять не могу. Я вижу, что происходит с детьми и со взрослыми, которых не хвалили. Акцентировали внимание на всем, что плохо. Они сами не умеют хвалить своих детей. Они тоже акцентируют внимание на том, что плохо. Вот это странно. В Одессе так не должно быть. В Одессе всегда был курт детей. И ребенок всегда был прав. Вне зависимости от национальности. У нас есть общий одесский тип поведения родителей с детьми. Дети – это приоритет номер раз. На них существует все. Семья вокруг них крутится. И они это знают. Если это так, то все остальное уже не страшно. В этом плане тоже перемены. У нас огромное количество горожан первого поколения. Мне кажется, что родители сейчас с помощью детей реализуют что-то свое нереализованное. И очень важно гордиться своим ребенком. Это очень важно. А ребенок не всегда в состоянии соответствовать тем ожиданиям, которые на него возлагают родители. Мне моя умная дочь, которую я рассказала, она мне так и сказала. Я в Москве уже, когда ее привез. И сам там жил в это время. Она мне во время очередного расхождения ценностного, она мне кричала в лицо. Я не твой проект, я другой человек. Вот так. Ну, маленькие, начальная школа, они пытаются соответствовать. Ребенку очень важно, чтобы его любили. И они пытаются изо всех сил. А у детей возможности разные. У одних это получается, у других нет. У которых не получается, они по этому поводу тоже не парятся. Это проблемы родителей. А есть дети, которые по этому поводу очень переживают. Вот вы говорили о проблеме поощрения ребенка и порчи ребенка. Я вам скажу. У меня вот был такой сюжет, маленький, но он запомнился на всю жизнь. Мы были в гостях у каких-то людей, я уже не помню. Был чей-то день рождения, не помню. И там была девочка, которую очень хвалили. Дочь хозяев. Она стояла на табуретке и читала стихи моих лет, примерно тогдашних. И все были в восторге. И она такая вся, как игрушка. А еще мама рассказывала. Она еще вот это делает, на фортепиано она играет. Тут она вот завоевала. И я так призавидовал этому, этой похвальбе, что начал как-то автоматически говорить. А я, мама моя повернулась, увидела вот этот тщеславный огонек и сказала, а ты помолчи. То есть она тем самым мне показала, что они делают это не эталон. Я совершенно не собираюсь делать то, что они делают с этой девочкой. Понимаете? Она мне показала, что это не образец. И переедание, и голод плохо. То есть чересчур хвалить детей, и не хвалить детей, и то, и то плохо. Но, в принципе, ребенка надо поощрять за то, что он делает хорошо. А не просто хвалить, ты самый лучший, самый распрекрасный. Ребенок-то тоже отслеживает. Я так понимаю, что все-таки к вам гораздо меньше обращаются семьи, у которых более чем один ребенок. Когда детей несколько... Нет, я вам скажу, очень часто обращаются именно, когда рождается второй ребенок. Начинается ревность, да? Да, но родители даже это не в состоянии отследить. Они говорят, что ты с нашим ребенком, он совершенно неуправляемый. Либо это агрессия, он стал плохо учиться, на него жалуются. Расспрашиваешь, расспрашиваешь, что с ребенком. Говорит, ну я сейчас не могу, потому что у меня сейчас маленький ребенок. Здравствуйте. У вас сейчас маленький ребенок. И ваш старший ребенок ревнует. И ваш старший ребенок лишился 100% внимания, которое у него было. А очень часто ему осталось вообще 5 или 10. Потому что маленький действительно забирает очень много внимания. У меня вот внук, которому вот 4 года будет, понимаете, это ходящее пособие по фрейдизму. Он фактически ревнует, если я долго пребываю, ко мне ревнует, маму не отпускает, держит ее за руки, не обращая, отойди от него, я с тобой буду говорить. То же самое с папой. Он ревнует к папе, причем он такой сильный мужичок маленький. И очень хорошо видна вся его мотивация. То есть мамой занимается, тогда появляется другой мужчина. Не важно, какой я, дедушка, внук, папа его появляется. Я вижу, что он ревнует, ревнует, я бы сказал, по-взрослому. Требует внимания к себе, по скайпу я с ними разговариваю, он занимает все пространство и ее выгоняет, чтобы я с ней не виделся. Говорит, ты знаешь, вот он включился в связи с тем, что ты появился на контакте. До этого он вел себя спокойно. Я говорю, я вам просто вас держит. Потому что он отбирает маму. Вы отбираете маму. Я уже зятью говорю. Кто посягает на маму, тот становится моментальной оппозицией. Я уже зятью говорю, смотри, он держит вас в черном теле. Он говорит, есть такое дело, он такой спокойный. А парень очень в этом смысле прозрачный. То есть здесь должен быть один мужчина, и это я. Фактически такая у него позиция. Это очень смешно, потому что он еще крохот совсем маленький. Я так понимаю, что они хотят еще одного, и появится это, и будет катастрофа. Как это? Любят не только его, и уделяют внимание. Это будет уже ужас. Да, вот в такой ситуации достаточно часто обращаются. Причем еще раз говорю, родители очень часто не отслеживают эту связь. Рождение второго ребенка, что-то стало со старшим. Такие тоже обращаются. Понятно. Не знаю, наверное, многодетных семей мне немного пришлось видеть. Но их, в принципе, сейчас не очень много. Да. И то, с чего мы начинали разговор. Если дома более или менее спокойная обстановка, если родители сами находятся, ну скажем так, в относительно равновесном состоянии, то в любом случае ребенок будет в лучшем состоянии. Ребенок будет как-то тоже справляться с тем, с чем он сталкивается в школе, в детском коллективе и так далее. Если родители находятся в тревоге, если родители находятся в таком, скажем, сложном состоянии, депрессивном, невротическом, дети это очень чувствуют. И они моментально выдают какую-то реакцию. И поэтому очень часто работа с ребенком, это работа с родителями. Успокаивается хотя бы немного, успокаивается мама, и ребенок становится спокойнее. Ну и еще, скажу, детей успокаивают рамки. Вот то, что приводит непослушных детей, который от рук отбился, совершенно не слушается, творит все, что угодно. Их иногда еще называют гиперактивными. И на самом деле они гиперактивные, они просто очень активные дети, у которых нет рамок. И родители считают, что рамки невозможно установить, что ребенок будет сопротивляться. И я вам должна сказать, что как только они начинают, еще даже не установили, начинают, ребенок успокаивается. Ребенку в рамках безопаснее и спокойнее. Он четко знает, что мир большой, он его не понимает. Если есть рамки, за которые отвечает родитель, в этом поле ему безопасно. Это происходит достаточно быстро в консультировании, в терапии. И вы родителям вот про эти рамки рассказываете? Да, мы с ними работаем, мы устанавливаем эти рамки. И это работает очень быстро. Хотя родители сначала боятся, им кажется, что им придется на это потратить очень много времени, сил. Они говорят, что у них нет времени, работа, маленький ребенок. Вообще родители очень часто пытаются все-таки выйти из этой базовой функции и заняться своими делами. Да. Но очень часто бывает такая фраза, это скажет вам любой мой коллега, который работает с подростками или с детьми. Есть такая фраза, приходит, сделайте с ней что-нибудь или сделайте с ним что-нибудь. И действительно ускользнуть. Я вам скажу, это даже не потому, что приложить ответственность. Очень часто мама, если у нее маленький ребенок, она очень устала. Она действительно устала и она не справляется с какими-то вещами. И то, что мама привела ребенка, и пока им занимаются, она час отдохнет, это, поверьте мне, тоже хорошо. Это тоже какая-то часть этой работы. Но потом нередко эти родители сами являются детьми из не самой благополучной семьи, которые прошли невротизацию детскую, которые ее не пережили окончательно, не изжили причины, по которым это произошло. И все это повторяется на следующем поколении. Воспроизводится так? Совершенно верно. Но мы можем, конечно, копать детство родителей, если они дадутся. Но очень часто бывает это просто видно. Да, но есть еще, на мой взгляд, такой достаточно важный момент в работе с детьми и с родителями. Родители очень часто не озвучивают это, но испытывают чувство вины, что с ребенком что-то не так, не так учатся, не так себя ведет. Вот нас отправили к психологу или нам сказали, у них появляется или сознательное, или бессознательное чувство вины. Я плохая мама, я не справилась с воспитанием ребенка. И если мы говорим особенно о молодых родителях, надо тоже понимать, ни в коем случае не осуждая даже, мы можем искать проблемы в детстве, понимать, что в этот период жизни, допустим, маме и папе по 25-28 лет, они выстраивают еще свою жизнь, они не могут заниматься только ребенком. Им надо делать карьеру, оплачивать квартиру, зарабатывать на квартиру, как-то находить вообще свое место в жизни. Это как раз тот период, когда люди ищут свое место в жизни. И они, может быть, еще не могут быть настолько сосредоточены на ребенка. Но вы знаете, удачный проект или удачный ребенок – это тот, которого удалось, чем раньше, тем лучше, с моей точки зрения, втянуть в круг интересов, которыми живут родители. Если у папы есть какое-то занятие, или он для себя щиплет струны на гитаре, помнит какие-то тексты и так далее, и ребенок начинает их повторять, или если папа, например, спортсмен, или у папы есть какие-то занятия, которые ребенок может не только осваивать, но и идентифицировать себя с ним, чувствовать себя продолжателем. Это, на самом деле, очень существенно разгружает родителей. То есть они могут просто тут же попутно попробовать для ребенка какие-то социальные стереотипы предложить на своем образце, на своем примере. Будучи субъектом одной деятельности, попутно втягивать в эту деятельность своего отпрыска. Это, на самом деле, существенно повышает экономию энергетическую, нет? Я с вами соглашусь, но если мы начали с того, что общество сейчас невротизировано или, скажем так, депрессировано, то есть очень много людей в состоянии субдепрессии, преддепрессии, родителю это очень сложно. Он устает от этой борьбы за жизнь во внешнем мире. Он приходит домой, он утыкается в компьютер, и ребенок утыкается в компьютер, если это является примером. Но, к сожалению, это очень часто. Или ребенку дают телефон, или дают ребенку планшет, потому что родитель хочет отдохнуть. На, только отстань, да? Да. Родителям тоже сейчас очень тяжело. Это надо учитывать. Не требовать от них чего-то сверхъестественного, а помогать им находить тот ресурс, те возможности, дать ресурс ребенку. Я говорю о том, что ребенку не надо уделять очень много времени. Есть мамы, которые сидят дома. И эти мамы, которые сидят дома, иногда вообще ребенком не занимаются. То есть, ну, он в поле зрения и хорошо. А есть, которые занимаются, я не говорю, что все. Но им очень часто нечем с ним поделиться. У них жизнь достаточно простая, я бы сказал, примитивная. Они саморазвитием не занимаются, и винить их не в чем. Вот так с ними страна обошлась. Они достигли взрослого состояния, у них есть какие-то правила поведения, у них есть какой-то заработок. И это хорошо, все, больше ничего не надо. А дать ребенку стереотип какого-то поведения, сыграть с ним во что-то, прочесть ему какую-то книгу, так для этого нужно, чтобы родители ее читали. А мы живем в стране, которая читать давно перестала. Или читать такую лабуду, которую показывать детям нельзя. Сейчас так редко можно встретить детей, которые читают, они скорее вызывают удивление и у других родителей, и у других детей. Но я вам скажу, ребенку, если мы говорим о контакте здоровом с родителем, в общем-то достаточно 15-30 минут в день, чтобы ему уделила мама или папа, но чтобы это были 15 или 30 минут, посвященные этому ребенку. Вот про то, что он хочет. Поэтому, когда говорят, надо уделять внимание ребенку, у меня нет на это времени. Уделите ребенку 15 минут в день, но про него. Про то, что он сейчас хочет, побыть с вами, о чем он хочет поговорить. И для ребенка иногда этого достаточно, чем много времени, но ни о чем, и ничем не заполненным, и ничем не нагруженным. Обычно родители, которые не очень парятся по поводу сложности поведения ребенка, они просят простой конкретный рецепт. Вот такой простой, сухой, но который бы куда-то вел. Этот рецепт от вас как должен выглядеть, Галина Викторовна? Вечером перед сном найдите 15 минут поговорить со своим ребенком. Спросите его, как у него прошел день, что у него было интересного, с кем он сегодня виделся. Если ребенок не привык к этим разговорам, он сначала будет отвечать как-то односложно. Не помню, не знаю. Но если вы будете повторять это каждый вечер, ребенок перестанет удивляться, что вы делаете каждый вечер. Он очень быстро привыкнет и начнет рассказывать. И таким образом он вам откроется, он выплеснет, возможно, какие-то свои эмоции, которые ему некому было выплеснуть, потому что родители были заняты, а в школе ему надо было сидеть тихо и примерно, и не бегать. И вы будете знать, что происходит с вашим ребенком. Это вот тот страх упустить ребенка. Если вы в контакте с ребенком, вы его не упустите. И его можно, этот контакт, установить вот так 15 минут в день. Ну, я думаю, что эти 15 минут, это достаточно большой какой-то внутренней работой. Иногда бывает и больше времени. Вопрос, чем ты можешь это время заполнить? Потому что если ты любишь ребенка, если у тебя есть самоидентификация с ним, если ты видишь в нем продолжение себя, ты найдешь не только 15 минут, но и чем эти 15 минут наполнить. А у нас в гостях была Галина Викторовна Калмыкова, психолог, детский психолог, консультант по семейным вопросам. Что у нас, коллега, это я коллег спрашиваю, что у нас с интерактивом? Будет чуть позже, да? Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы были у нас в эфире. Всего доброго. До свидания. Спасибо, было очень приятно.